Роберт Шекли. Чудовище. Читает Геннадий Постригаев. Кордавир и Хум стояли на скалистом гребне и наблюдали за странным предметом. Раньше такие штуковины здесь не появлялись. — Судя по отражению солнечного света, он сделан из металла, — произнес Хум. — Возможно, — неопределенно ответил Кордавир. — Но что удерживает его в воздухе? Заостренный предмет парил в долине на субстанции, напоминающей огонь. — Он балансирует на огне, — сказал Хум. — Даже твои старые глаза должны были это разглядеть. Кордавир приподнялся на толстом хвосте, чтобы лучше видеть. Предмет тем временем опустился на землю, и огонь исчез. — Посмотрим поближе, — предложил Хум. — Постой. Какой сегодня день? — Хум прикинул в уме. — Пятый день Лугата. — Проклятие! — воскликнул Кордавир. — Мне пора домой убивать жену. — До захода еще несколько часов. Ты успеешь. Но Кордавир оттерзали сомнения. — Я терпеть не могу, опаздывать. — Ну, ты же знаешь, какой я быстрый, — сказал Хум. — Если мы задержимся, я поспешу и сам убью твою жену. — Очень любезно с твоей стороны, — поблагодарил Кордавир юношу, и они заскользили вниз по крутому склону. Возле металлического предмета они усели на хвосты. Кордавир прикинул размеры предмета. — Несколько больше, чем я ожидал. — Предмет был чуть длиннее их деревни и примерно в два раза уже. Они обползли предмет кругом и решили, что, возможно, металл обработан человеческими щупальцами. Зашло меньшее солнце. — Думаю, нам лучше вернуться, — сказал Кордавир, заметив приближение ночи. — Ерунда, у нас масса времени. Хум самодовольно поиграл мускулами. — Да, но убивать жен лучше все-таки лично. — Как хочешь. Они поспешили в деревню. Жена Кордавира готовила ужин. Она повернулась спиной к двери, как того требовал этикет. Кордавир убил ее резким ударом хвоста, оттащил тело за дверь и сел за еду. Обдумав случившееся за ужином, он пошел на собрание. Хум уже был там и с юношеской горячностью рассказывал о металлическом предмете. — Опять он успел раньше меня, — расстроился Кордавир. Когда юноша закончил, Кордавир высказал предположение, что в металлическом предмете могут находиться разумные существа. — Откуда ты это взял? — спросил Мишил, который, как и Кордавир, был старейшиной. — Когда предмет садился, из него извергался огонь, — ответил Кордавир. — Когда он сел, огонь исчез. Значит, пламя кто-то выключил. — Не обязательно, — возразил Мишил. — Оно могло погаснуть само. Начался вечерний спор. Жители деревни обсуждали вопрос о предмете до поздней ночи. Затем, как обычно, похоронили убитых жен и разошлись по домам. Ночью Кордавир долго ворочался. Все думал о металлическом предмете и о разумных существах в нем. Нравственны ли они? Есть ли у них понятие добра и зла? Каковы их этические нормы? Так ничего не решив, он уснул. Утром все мужчины пошли к металлическому предмету. Это было в порядке вещей, поскольку в их обязанности входило изучение нового и ограничение женского населения. Они расположились вокруг предмета, строя различные догадки. — Я полагаю, те, кто внутри, похожи на нас, — сказал старший брат Хума Экстел. Кордавир затрясся всем телом, выражая свое несогласие. — Вероятнее всего там чудовище, — сказал он. — Если принять во внимание... — Не обязательно, — возразил Экстел. — Подумай о совершенстве нашего строения. Один фасеточный глаз. — Внешний мир огромен и многолик, — перебил Кордавир. — Там могут жить странные существа, совсем не похожие на нас. — И все же логика. — Шанс, что они похожи на нас, — продолжал Кордавир, — бесконечно мал. — Могут ли существа, похожие на нас, построить такую штуку? — Ну, если рассуждать логически, — сказал Экстел, — ты увидишь. В третий раз он перебил Кордавира, и тот одним движением хвоста расшиб Экстелла о металлический предмет. — Я всегда считал своего брата грубияном, — сказал Хум. — Продолжай, пожалуйста. Но в это время часть стены предмета опустилась, и оттуда вышло существо. Кордавир понял, что был прав. Существо, вышедшее из дыры, имело два хвоста. Оно было полностью покрыто металлом и кожей. А его цвет... — Кордавир содрогнулся. — Существо было цвета только что ободранного мяса. Все отпрянули. Существо стояло на металлической плите. Округлый предмет, венчавший существо, поворачивался туда-сюда, но тело не двигалось, чтобы придать смысл этому жесту. Наконец существо подняло щупальца и издало странные звуки. — Ты думаешь, оно обладает даром речи? — тихо спросил Мишил. Из дыры вылезли еще трое, держа в щупальцах металлические палки. Существа издавали звуки, видимо, переговариваясь между собой. — Нет, они не люди, — твердо заявил Кордавир. — Следующий вопрос. Нравственны ли они? Одно существо сползло на землю по металлическому боку предмета и ступило на землю. Остальные опустили металлические палки. Это походило на какую-то непонятную церемонию. — Могут ли такие уроды быть нравственными? — снова спросил Кордавир. Его шкуру передернуло от отвращения. При ближайшем рассмотрении существа оказались еще безобразнее. Такое не могло присниться и в кошмарном сне. Округлый предмет наверху вполне мог сойти за голову. Но посередине этой головы вместо привычного ровного места торчал нарост с двумя круглыми впадинами по сторонам. Слева и справа виднелись две черные выпуклые шишки, а нижнюю половину головы, если только это была голова, пересекал бледно-красный разрез. Кордавир предположил, что это рот. Когда существа двигались, были заметны кости. Их движения скорее походили на обламывание веток, чем на плавные волнообразные движения людей. — Видит Бог, — вздохнул Гилрик, мужчина средних лет. — Нам следует убить их, избавив от мучений. Остальные, похоже, испытывали те же чувства и двинулись вперед. Но кто-то из молодых крикнул. — Подождите, давайте попробуем поговорить с ними. Мир огромен и многолик, как говорит Кордавир. Может, они все-таки нравственные существа? Кордавир призвал к немедленному истреблению, но его не послушались. Жители остановились и принялись обсуждать этот сложный вопрос. Между тем хум с обычной бравадой подтек к существу, стоявшему на земле. — Привет, — сказал он. Существо что-то ответило. — Не понимаю. Хум отступил назад. Существо взмахнуло щупальцами, если это были щупальца, и показало на ближнее солнце. Затем вновь издало звук. — Да, оно теплое, не правда ли? — весело воскликнул хум. Существо показало на землю и снова что-то сказала. — У нас в этом году не особенно хороший урожай, — продолжал разговор хум. Существо указало на себя и издало новые звуки. — Согласен, — сказал хум. — Ты безобразна, как смертный грех. Вскоре мужчины проголодались и уползли в деревню. Хум все стоял и слушал звуки, издаваемые для него существами. Кордавир ждал его невдалеке. — Ты знаешь, — хум присоединился к приятелю, — я думаю, они хотят выучить наш язык или научить меня своему. — Не делай этого, — предостерег Кордавир, чувствуя туманный край великого зла. — А я все-таки попробую, — не согласился хум. Они вместе поднялись по крутому склону и уползли в деревню. В этот вечер Кордавир пошел в вагон к лишним женщинам и предложил, как того требовал закон нравственности и обычаи, приглянувшейся молодой женщине царить двадцать пять дней в его доме. Она с благодарностью приняла его приглашение. По дороге домой он повстречал хума, идущего в загон. — Только что убил жену, — сообщил хум без всякой надобности. Зачем бы иначе он шел к женскому запасу. — Ты собираешься вернуться к существам? — спросил Кордавир. — Наверное, — неопределенно ответил хум. — Если не подвернется что-нибудь новенькое. — Главное, выясни, нравственны ли они. — Ладно, — бросил хум и заскользил дальше. После ужина мужчины собрались у Готеринга. Все старики согласились, что пришельцы не люди. Кордавир горячо убеждал, что сам их внешний вид не допускает никакой человечности. Такие чудовища вряд ли могут иметь чувство добра и зла, а главное — представление об истине и моральных принципах. Молодежь возражала, возможно, потому, что в последнее время не происходило ничего интересного. Указывали на то, что металлический предмет был продуктом разума, а разум предполагает наличие логики. А логика, естественно, подразумевает деление на черное и белое, на добро и зло. Даже женский излишек спорил об этом в своем загоне. Усталая, но довольная новой интересной темой, деревня отошла ко сну. Последующие недели споры не утихали, однако жизнь шла своим чередом. Утром женщины выходили собирать и готовить пищу и откладывали яйца. Яйца высиживали лишние женщины. Как обычно, на восемь яиц с женщинами приходилось одно с мужчиной. Через двадцать пять дней или немного раньше каждый мужчина убивал свою старую женщину и брал новую. Изредка мужчины спускались к кораблю послушать, как хум учился языку пришельцев. Затем возвращались к обычным занятиям. Блуждали по холмам и лесам в поисках чего-нибудь нового. Чудовища выходили из металлического предмета только тогда, когда появлялся хум. Через двадцать четыре дня после появления нелюдей хум сообщил, что может немного общаться с ними. «Они говорят, что пришли издалека», — рассказывал он вечером на собрании. «Они говорят, что двуполы, как и мы, и что они люди, как и мы. И еще они сказали, есть причины их внешнего отличия от нас, но этой части объяснений я не понял». «Если мы будем считать их людьми», — сказал Мишил, — «то должны верить, они говорят правду». Все затряслись, соглашаясь с Мишилом. Хум продолжал. «Они говорят, что не хотят вмешиваться в нашу жизнь, но им было бы интересно понаблюдать за ней. Они хотят прийти в деревню». «А пускай приходят, не вижу в этом ничего плохого», — воскликнул один из молодых. «Нет», — вмешался Кордавир, — «вы впускаете зло. Эти чудовища коварны. Думаю, они способны лгать». Другие старики согласились с ним, но когда от Кордавира потребовали доказательств его обвинений, он не смог их предоставить. «В конце концов, мы не можем считать их аморальными чудовищами только потому, что они не похожи на нас», — сказал Сил. «Можем», — заявил Кордавир, но с ним не согласились. Хум продолжал. «Они предложили мне, ну или нам, я не понял, пищу и всякие металлические предметы, которые, по их словам, могут делать различные вещи. Я оставил без внимания это нарушение нашего обычая, поскольку решил, что они его не знают». Кордавир кивнул. Юноша взрослел на глазах. Он показал, насколько он воспитан. «Завтра они хотят прийти в деревню». «Нет», — воскликнул Кордавир, но большинство было «за». «Да, кстати», — сказал Хум, когда собрание начало расходиться. «Среди них есть несколько женщин. Это те, у которых ярко-красные рты. Интересно посмотреть, как мужчины их убивают. Ведь завтра двадцать пять дней, как они появились». На следующий день существа с трудом вскарабкались в деревню. Жители наблюдали, как медленно и неуклюже лезли они по утесам, удивляясь хрупкости их конечностей. «Ни капли ловкости», — пробормотал Кордавир. «И выглядят они одинаково». В деревне существа вели себя крайне непристойно. Они заползали в хижины, болтали у загона с женским излишком, брали яйца и рассматривали их. Рассматривали жителей с помощью черных блестящих штук. В полдень старейшина Ронтан решил, что пришло время убить жену. Он отстранил существо, которое в тот момент осматривало его женщину, и убил ее. Тотчас же два существа поспешно вышли из хижины. У одного был красный рот женщины, второй был мужчиной. «На сейчас он должен вспомнить, что пора убивать свою женщину», — заметил Хум. Жители деревни ждали, но ничего не происходило. «Наверное, он хочет, чтобы кто-нибудь убил ее за него. Возможно, это обычаи их страны», — предположил Ронтан и хлестнул женщину хвостом. Существо мужского пола издало страшный шум и направило на Ронта на металлическую палку. Тот-то рухнул замертво. «Странно», — сказал Мишил, — «не означает ли это неодобрение?» Существа, их было восемь, образовали плотный круг. Один держал мертвую женщину, остальные выставили металлические палки. Хум подошел и спросил, чем их обидели. «Я не понял», — сказал он после разговора. «Они использовали слова, которых я не знаю, но в их тоне я уловил упрек». Чудовища отступали. В это время другой мужчина решил, что пришло время, и убил свою жену, стоявшую в дверях хижины. Чудовища остановились и жестами подозвали Хума. Во время беседы тело его выражало недоумение и недоверчивость. «Если я правильно понял», — сказал Хум, — «они просят нас не убивать женщин». «Что?» — воскликнул Кордавир и дюжина других мужчин. «Я спрошу их снова». Хум возобновил переговоры с чудовищами, которые размахивали металлическими палками. «Это точно», — сказал он и без дальнейших слов щелкнул хвостом, отшвырнув одно из чудовищ через площадь. Чудовища направили на толпу палки и быстро отступили. Когда они ушли, жители деревни обнаружили, что семнадцать мужчин погибли, но Хума даже не задела. «Теперь вы поняли», — крикнул Кордавир. «Эти существа лгали. Они сказали, что не будут вмешиваться в нашу жизнь, а, смотрите, убили семнадцать из нас. Это не просто аморальный поступок, а попытка массового убийства». Да, это находилось почти вне человеческого понимания. «Умышленная ложь!» — с ненавистью выкрикнул Кордавир. Мужчины редко затрагивали эту кощунственную тему. Они были вне себя от гнева и отвращения. Страшно подумать. Чудовища совершили попытку массового убийства. Это был кошмар наяву. Существа не убивали женщин, а позволяли им беспрепятственно размножаться. Мысль об этом вызывала рвоту у самых мужественных. Женщины из излишка вырвались из вагона и, соединившись с женами, потребовали рассказать о случившемся. Когда им рассказали, они рассверепели куда сильнее мужчин, ибо такова природа женщин. «Убейте их!» — рычал излишек. «Не дадим изменить нашу жизнь. Положим конец безнравственности». «Мне следовало бы догадаться об этом раньше», — печально изрек Хирам. «Их надо убить немедленно!» — закричала одна из женщин излишка. Она не имела веса в обществе, но компенсировала этот недостаток яркостью темперамента. «Мы, женщины, хотим жить прилично и по обычаю высиживать яйца, пока не придет время женитьбы. А потом двадцать пять дней наслаждения. Это ли не счастье? Чудовища изуродуют нашу жизнь. Мы станем такими же страшными, как они!» «Я предупреждал!» — воскликнул Кордавир. «Но вы не вняли мне! В трудные времена молодежь обязана повиноваться старшим!» В ярости ударом хвоста он убил двух юношей. Собрание зааплодировало. «Истребим чудовищ, пока они не уничтожили нас!» — кричал Кордавир. Женщины бросились в погоню за чудовищами. «У них есть убивающие палки», — заметил Хум. «Женщины знают об этом?» «Наверное, нет», — ответил Кордавир. Он уже успокоился. «Пойди, предупреди их». «Я устал», — мрачно объявил Хум. «Я был переводчиком. Почему бы не сходить к тебе?» «Ай, ладно, пошли вместе», — сказал Кордавир, которому надоели капризы юноши. Сопровождаемые мужчинами деревни, они поспешили за женщинами. Женщин они догнали на гребне скалы, обращенной к металлическому предмету. Пока Хум рассказывал о палках смерти, Кордавир прикидывал, как лучше расправиться с чудовищами. «Скатывайте камни с горы», — приказал он женщинам. Те энергично взялись за дело. Некоторые камни попадали в металлический предмет и со звоном отскакивали. Красный луч вырвался из предмета и поразил часть женщин. Земля содрогнулась. «Давайте отойдем», — предложил Кордавир. «Женщины прекрасно управятся без нас, а у меня от этой тряски голова кругом идет». Мужчины отошли на безопасное расстояние, продолжая следить за ходом событий. Женщины гибли одна за другой, но к ним подоспели женщины других деревень, прослышавшие об угрозе их благополучию. Они сражались за свои дома и права с женским неистовством, превосходившим самую сильную ярость мужчин. Предмет метал огонь по всей скале, но это только помогало выбивать камни, которые дождем сыпались вниз. Наконец, из нижнего конца предмета вырвалось пламя, и он поднялся в воздух. И вовремя начался оползень. Предмет поднимался все выше, пока не превратился в точку на фоне большого солнца, а затем исчез. В этот вечер погибли пятьдесят три женщины. Это было весьма кстати. Сократился женский излишек после потери семнадцати мужчин. Кордавир был чрезвычайно горд собой. Его жена доблестно пала в сражении. Он тотчас же взял себе другую. — Пока жизнь не войдет в норму, нам следует почаще менять жен, — предложил он на вечернем собрании. Уцелевшие женщины в загоне дружно зааплодировали. — Интересно, куда направились эти существа? — спросил Хум, предлагая новую тему спора. — Вероятно, порабощать какую-нибудь беззащитную расу, — ответил Кордавир. — Не обязательно, — возразил Мишил. Начался вечерний спор.